Область знаний. Лекция на радио Звезда. Какао в культуре Майя. Рассказывает доктор исторических наук, директор Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Галина Ершова. Область знаний. При том, что без какао никуда, нет ни одного мифа о происхождении какао. Это нас зацепило, потому что, на самом деле, мы полагали, что мы знаем всё. Когда окунулись в эту тему, на самом деле, это просто оказалось, что-то нечто невероятное вылезло из этого всего какао. Как культура Майя вообще без какао, которое везде, и вообще все культуры Мезоамерики без какао ничто. На самом деле, это любопытно. Начиная с того, откуда появилось какао в этом регионе, тоже существует масса историй. И мы пришли к выводу, что на самом деле дикое какао пришло из Южной Америки. Тихоокеанское побережье, где возникают первые культуры, на самом деле, они же вот все возникают вдоль вулканов. Вулканов, которые выбрасывают вот это своё полезное, всё, что из него выбрасывается, это является потрясающими такими почвами, где выращивается лучшее какао. Но туда оно пришло в виде бормотушки, то есть дикари из Южной Америки, которых мезоамериканцы представляли в качестве пьяных обезьян, сохранились изображения, это не то, что наши фантазии. Значит, появляется вот некий персонаж, пьяненький, значит, с сосудом, с длинным узким горлышком. И вот в этих сосудах хранились как раз, они носили бормотушку из какао. То есть не какао ещё напиток, а именно, что вот его заставляли бродить. И вот это вот была вот такая бормотушка. Потом уже именно в Мезоамерике, как раз вот мозги-то у них всё-таки работали лучше, чем там в Бразилии, и они изобрели способ обработки какао, то есть его высушивание, долгий процесс ферментирования, высушивания, там всё как надо. Тогда уже готовился какао, собственно говоря, вот тот, каким мы его видим, коричневый, ароматный, или напиток, или шоколадки, такие вот блоки из этого, из какао. И вот это вот всё появляется именно там. И там начинают выращивать это какао, и оно становится на вес золота буквально. Вот достаточно сказать, что это настолько хорошие земли, что Сервантес, когда, значит, началась конкиста, он решил тоже поиметь что-нибудь полезное с этого дела, и он написал прошение, значит, королю, чтобы ему, его направили губернатором, именно вот в эту область в Уахаке, где какао растёт, сытную. Но там было много умных, поэтому ему ничего не дали, и уже Сервантесу ничего не оставалось делать, как сесть написать, значит, Дон Кихота. Вот, это действительно вот был такой лакомый кусочек. Вдоль вулканов, значит, росшие плантации какао, действительно, это было вот настоящее золото, я даже не знаю, с чем его сравнить, которое существовало во всей Мезоамерике, и распространилось, где-то выращивали, где-то нет, потому что какао всё-таки достаточно капризное такое растение. К сожалению, его вытеснил кофе, потому что ему нужны те же условия, как и какао. Но, тем не менее, значит, появляется этот какао, и на самом деле первой фигурки, вот когда мы видим вот этих вот пропредков, это вот такая старушка, почему-то, не знаю, почему старушка, а не там хорошая такая крепкая женщина, но вся-вся-вся в почетках какао, как будто у неё груди вот растут со всех сторон. Ну, это вот в греческих есть такие версии. Это мать, та самая мать-покровительница, и у них даже продолжает существовать это понятие, вот эта старуха, она же мать-кормилица, которая вот вне пространства и времени. И вот это вот, собственно, какао, дерево какао, это было мать-кормилица вне пространства и времени. А у какао есть одна такая особенность, много особенностей, но одна из них, скажем, что оно плодоносит круглогодично, что плоды растут откуда хочешь, хочешь из ствола, хочешь с веток, то есть его можно собирать, как только тебе надо. Сделали просто два сбора урожая, ну, чтобы хоть какой-то порядок был, и было какое-то количество для обработки. Поэтому оно уже было обречено символизировать жизнь. Какао в культуре майя. Область знаний. В самых ранних культурах, даже у альмеков тех, появляется там в втором тысячелете дошнер, уже следы какао в сосудах, то есть как ритуальное питье. И смотришь изображение, вот везде, везде, везде всё в какао. Приносят изображение, там, скажем, отправления посланников или жертвоприношения, как принято называть. Это тоже обязательно сопровождается присутствием какао. Связь крови с какао, она начинает постепенно проступать вот из всего. Когда мы стали анализировать роль какао в культуре, то, в общем, конечно, стало понятно, что это вот что-то нечто основополагающее. Да, все знают, что какао – это была монета. Какие-то расценки существовали, причём в колониальные времена приводят примеры расценок. Купить там падшую женщину, ещё что-то. То есть вот всё расписано, кто что, сколько стоит. При этом какао, значит, ещё есть простой совсем, а есть какао элитный. Хорошая вкусная шоколадка, там должно быть не менее 20% элитного какао. Иначе оно там много танина, то есть вяжет и такое, и совсем не то. Про это всё знают. Причём даже были жулики у них в их времена, когда они подделывали эти бобы какао, то есть сделали их из керамики, из глины, обёртывали шелухой и вот подсовывали. А значит, на рынке уже ушлые, они пробовали на зуб. В общем, да, или скребли пальцем, и, значит, видели, что да, это подделка. Человек всегда остаётся человеком. И мы видим в рукописях, скажем, центрально-мексиканских прежде всего, собственно, эти мешки с какао, которые рисуются, им платили дань. Экономическая составляющая не вызывает вообще никакого сомнения. Духовная составляющая гораздо более завуалирована, потому что получается, что человек создан из кукурузы и какао. Кровь – это какао. И вот когда осуществляется жертвоприношение, то обязательно присутствует какао как символ вот этой самой крови. И даже слово, которое обозначает какао, оно перекликается, как вот горячая вода. Вот есть вот такие вот переклички, которые несут вот этот вот очень важный смысл во всём этом. Плантации какао были повсюду. Когда мы начали работать, объехали плантации какао, где, значит, вот его продолжают выращивать час, там много проблем. Там вот в одной плантации вдруг мы видим, например, вывернуло какао, элитное какао, и у него корни вот такие вот кривые, которые действительно напоминают изображение крокодила вот на древних росписях. И стало понятно, что корень какао, он тоже отождествлялся вот с этой жизнью, которая питается соками из земли. Крокодила, который рисовали во многих культурах, который морду утыкается в землю, а хвост плоды – это символ вот этой реинкарнации возрождаемой жизни. И растёт оно из пещеры, потому что считается, что дерево какао – это то самое, на котором вот эти плоды – это головы людей. Долгое время, ну, Бапа Болевух – это поздний источник такой, считалось, что из маиса растут вот эти головы. На самом деле, значит, классический период – это как раз были деревья какао. Причём любопытно рисуют дерево, рисуют эти головы, и вот одна голова созрелая, глазки открыты, всё нормально. Вот другая голова, глазки ещё закрыты, такой полудохленький, вот, видимо, не дозрела ещё душа для того, чтобы выйти и появиться на свет. И вот это, значит, присутствует везде в качестве такого почти обязательного орнамента. Вот во всех местах, где были человеческие жертвоприношения, например, даже на Юкатане, где в Чечен-Ице, где вот эта игра в мяч, она же тоже символизировала вот тоже борьбу между уходом в этот мир, в тот мир. И вот там обязательно везде присутствует дерево какао, и точно так же колонны, которые изображают из себя человека уже, получеловека, который вырастает точно так же из земли, как вот дерево какао, и там, где ноги, это, значит, растут плоды. Вот эти вот все вещи, они казались странными, потому что происхождение какао, если мы берём Южную Америку, там оно есть. И там, как правило, там какое-нибудь жадное животное, которое находит дерево какао, его объедает, 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 никому ничего не говорит, другие видят, что он нашёл и чем-то питается, его выслеживают, подсовывают ему там какую-то травку, значит, его тошнит, вот, и они обнаруживают, вот он нашёл это какао, идут, и вот пытаются это дерево отнять, а дерево растёт и, значит, исчезает. Вот там есть такой миф, а в нашем регионе, вот в Мезоамерике, этого нет. Есть единственный странный такой момент, когда упоминается вот в Попа-Львух, этот вот эпос Кичи, когда предыдущая неудачная пара близнецов, они же обезьяны, они не становятся людьми, и вот они жадные, плохие, и занимаются только тем, что там играют в музыкальных инструментах, а толку от них никакого. И вот они, в конце концов, значит, тоже на этом дереве, которое вот есть еда, оно вырастает, и они уже не могут спуститься на землю. А те, которые вот нормальные близнецы, они уже становятся людьми, и они становятся вот создателями, собственно, культуры и цивилизации. Все было понятно. Да, это какао, это кровь. Они его пили, они его готовили там с горячей водой, добавляли туда какие-то, ну, иногда перец, мед добавляли, потому что сахара же у них не было. Они делали сухие блоки из какао для того, чтобы, когда шли в поход, чтобы ими кормиться, потому что у них же тягловых животных не было в Мезоамерике, а есть надо. Большой обоз не потащишь. Поэтому вот это была очень важная, сытная такая вещь, которую они носили с собой. Но пили они, скажем, на обрядах, вот на каких-то мероприятиях важных, не вот так, как мы его пьем, а они взбивали пену. Мы обнаружили вдруг, значит, в археологические чайнички. Такой чайничек-чайничек, вот классический, с носиком, непонятно зачем. В каких-то из них найдены были следы какао. То есть было понятно, что это для этого. И стали думать, потому что на самом деле получается, что они взбивали какао пену и пили пену. Потому что когда говорят про того же Мактесуму, что он за один вечер праздник выпивал 50 чашек какао, там лопнуть можно было бы, если бы это был действительно полноценный напиток. А пену, ну чё, жалко что ли. Есть две версии. То ли они влили из этих чайничков сосуд, который стоял снизу, и вытекая, он взбивал пену вот в том сосуде нижнем. И тогда пили эту пену. То ли они дули в этот носик, и значит, оно там булькалось и взбивалось само по себе. Поэтому все экспериментировали, все что-то пытались сделать. Но на изображениях классического периода, то есть до X века, такого, конечно, что дует в носик, нету. А вот то, что льют из одного сосуда в другой, есть. Это, значит, один сосуд, где приносят в жертву человека, там отрубанием головы, ужас, ужасно, и всё это, причём с астрономией связано. Рядом, значит, сидит мерзкий старичок, такой весь, и себя вокруг, 8 барышек молодого возраста, значит, крутятся. И вот одна из них как раз взбивает вот эту самую пену для старичка. Обязательно появляется вот какао, вот эта пена, и рядом ещё тамалис, такая еда из маиса, ну, как пирожок её вот взбивают, да. И, собственно, тамаль и какао, и вот это вот то, что мы обнаружили уже в современности, когда в одной из церквей Гватемалы индейцы сами принесли для причастия в католическую церковь маис и какао. И они сначала в полном молчании ели маис, пили какао, а потом уже всё пошло остальное. Но самое интересное, на самом деле, неожиданное было, это то, что мы обнаружили, что какао, помимо прочего, это вообще у них основа знаний, потому что есть такие плоды какао, которым ровно 20 зёрен. А у мая была двадцатиричная система счёта. Вот эта двадцатиричная, ну, как у французов, они тоже так же её, и вот эта двадцатиричная система счёта, она, в общем, тоже было непонятно, с чего она появилась, почему и как. Известно было, правители носили с собой всегда сумочки такие, на пояс подвешивали, и в них были, значит, вот эти вот бобы какао. Ну, для того, чтобы на них что-то покупать, да ещё правителю как-то оно не выглядело убедительно. А на самом деле, если взять 40 зёрен какао, там 30, можно считать до миллионов, на самом деле, вот по их системе счёта, которая, ну, не такая и сложная. Значит, они носили там бобы какао именно для счёта, то есть как богатые, грамотные люди, которые считают свои деньги. И вот эти вот 20 бобов в особых сортах какао, они, собственно, и давали понятие 20 и 0 одновременно, потому что у мая в древние времена 0 – это была не пустота, это была завершённая целостность. А вот потом уже там с осмыслением он там стал приобретать вот этот порядок того, что это как бы ничего. И вот эта осмыслённая целостность – это как раз закрытый плод какао, в котором 20 зёрен. Исходя из этого, уже выстраивалась вот эта удивительная система счёта, потому что если какао кладёшь зерно вертикально или горизонтально, оно тебе давало вот эти вот позиции, которые можно было уже пересчитывать. Более поздние времена описывали, что это камешки они клали, но на самом деле изначально-то мы знаем, что, конечно, было вот это какао. Во-первых, философское понимание, то есть переход от понимания целостности до пустоты – это тоже, в общем, такая вещь великая, хотя текстов философских у нас нет, но это же, в общем, оно существовало. До вот этой совершенно невероятной математики, которая вся строилась по этому принципу, это тоже вот совершенно невероятно. Понимание того, что это плоть от плоти, кровь от крови. В общем, и есть человек в мае – это маис и какао. Например, с кровью связаны мифы, которые вроде как и не имеют особого отношения. Мы знаем вот в пещеру, например, такие страшненькие немножко мифы. Вот оленя ранил охотник, олень идёт, капли крови капают, охотник идёт за оленем, олень заходит в пещеру, туда же заходит охотник, и вот там он обнаруживает дерево, на котором висит какао, на котором там много-много воды, еды. То есть он там в полном восхищении находится три дня в этой пещере, и потом вот его выпускают уже, значит, боги или даже подарок дают. Он возвращается в свою деревню, вот с этим какао самым, а в деревне все от него шарахаются. Дети родные не узнают, но я поздравляю, он и детей не должен был узнавать, потому что, согласно рассказам, он пропал 10 лет назад. Поэтому да, это вот выпадание в другое время, это общение с предками, которые дарят ему какао, как вот эту вот пищу и как еду. Таких мифов вообще много, разного типа, и не случайно, что всегда идёт этот олень, там вот он роняет кровь, и одновременно тоже запреты на охоту на оленя. Вот в этом были, потому что всегда олень – существо, оно подозрительное, это их предок такой важный, очень тоже был на определённом периоде, и он являлся носителем и дарителем всего самого лучшего, уж не говоря о том, что у оленя был ещё вот этот камень-безуар, который в желудке формируется, это волшебный камень. Вот эти вот волшебные камни, они тоже высоко ценились. И вот не дай бог было убить оленя, отнять у него, взять этот камень, когда не разрешено было, тогда вот все ужасы ужасные, все падали на голову этого несчастного, значит, охотника, неудачника. А вот тот охотник, который через 10 лет, он всё равно быстро умер. То есть вот как-то ему не обошлось. Ему только дали вот какао принести, людям подарить, тогда он уже мог умереть. Он был уже на том свете практически. Какие-то такие истории с какао, они постоянно... А испанцы, когда приехали, они стали заменять какао, во-первых, вино для причастия, потому что кораблей туда не приходило, пить что-то надо такое, поэтому стали пить какао в качестве причастия. И, в принципе, когда вот... Ну, это парагвайская, правда, уже история тоже самая была, когда иезуитов изгнали вот из их городов, которые они создали. И вот иезуиты единственное, что уносили с собой тоже только вот эти брикеты из какао для того, чтобы как-то кормиться. Сейчас вот мало осталось какао. Его заменили, вот вытеснили этим кофе. Сейчас кто-то пытается восстановить, а элитные сорта ушли. В основном идёт вот этот сорт такой смешанный. Он очень устойчивый, плодоносит. Ну, невкусный, ненастоящий. Но ещё можно найти настоящий какао. Рассказывала доктор исторических наук, директор Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Галина Ершова. Область знаний